Самки пятнистых оленей пока неохотно знакомят посетителей с малышами. В подсобном хозяйстве на озере Лотосов чуть больше двух недель назад родился первый малыш. А спустя 12 дней в стадии появилась еще пара новоиспеченных мам. Пока не ясно, мальчиками или девочками пополнилось поголовье. Основные признаки начнут появляться у ленят ближе к году. Главным отличием будут рога. Сейчас владельцы хозяйства придумывают имена копытным. Поголовье на озере Лотосов появилось четыре с половиной года назад. Трех самочек и самца привезли из Фадеевки Октябрьского района. Уже в первый год проживание на новом месте в хозяйстве праздновали первые родины. Все самки пятнистого оленя принесли потомство. Первая принесла в июне в начале, вторая где-то в конце июня, а третья долго не это сам привезла уже в августе. И вот тот сейчас самец, олень, который родился, он уже сейчас вожак. Почему-то он лохматый такой родился, и мы его назвали мамонтенком. Не знаю почему. К осени для копытных расширят территорию. В октябре у оленей начинается гон, и к этому моменту поголовья будут расселять в разные вольеры. А поблизости с ними планируют построить новый дом для других обитателей хозяйства. Почти 40 кроликов сегодня живут по своим домикам. Вольно выкопать ямку, и туда их запускают. То есть есть такое содержание, значит, они там сами делают норы, сами как бы размножаются. Сейчас на территории хозяйства живет стадо оленей, кролики, хряк. Ближе к воде расположилось семейство уточек. Дальний пляж Лотосового озера стал небольшой фермой, открытой для всех посетителей. Наталья Зайцева, Роман Адонин, Телемикс.